Одному моему знакомому очень мне нравилась сказка про курочку рябку. Он ее не понимал. Рассуждал примерно так. Жили были деда-папа. Была у них курочка ряба. Это нормально. Снесла курочка ряба яичко. Яичко не простое, а золотое. Что ж, предположим, примем это как допущение. А дальше? Дальше начинаются совсем немотивированные действия героя. Дед бил-бил, не разбил. Зачем, спрашивается, это яйцо бил, если понял, что он золотое? Баба била-била, не разбила. Экая глупая баба. Мало ей, что яйцо золотое, так и печальный пример деда ее вообще ни в чем не увидел. Идем дальше. Мышка пробежала, хвостиком махнула. Яичко упало и разбилось. Как же так оно разбилось, если золотые яйца не бьются? Ладно, примем это как второе допущение. А что дальше? Плачет дед. С чего бы это? Ведь за минуту до разбияния яйца он сам соревается к тому же результату. Плачет баба. Опять же глупая баба. Механически повторяет все, что делает дед. Что дальше? Курочка ударчет. Не плачь, дед. Не плачь, баба. Стоп. Если курочка ряб умеет говорить, чего же она раньше молчала? Очень подозрительная курица. Итак, курочка ударчет. Не плачь, дед. Не плачь, баба. Снесу я вам яичко новое. Не золотое, а простое. Тоже мне утешение. Плакает они о золотом. А давайте предположим. Жили-были дед да баба. Была у них курочка ряба. Снесла им курочка ряба яичко. Яичко не простое, а золотое. Обрадовался дед, обрадовалась баба. Пошли они на рынок. И им за это одно золотое яйцо продали десять тысяч таких же простых. Сто они съели, остальные продругли. Чудная сказка. Я дарю их своему знакомому. Пусть рассказывает своим внукам и правнукам про обрадистых деток с бабкой. А мы с вами давайте поставим перед собой вопрос. Что делать с золотым яйцом? Ответ на такой вопрос может быть только один. Делать с золотым яйцом нечего. Это как для детки с бабкой. Привет из другой реальности. Да, напрасно, да, случайно. Всему свое место. Таков, наверное, общий вывод, который можно вынести из курочки рябок. Но зрителю не нужен вывод. Зрителю нужна сказка. Так рыбак. Подолго сидит у реки с удочкой. В желании вырубить оттуда маленького карасика. Когда дома его ждет супа с удака. Так мы бродим по дальним дорогам мира. Чтобы в конце концов понять, что же для нас значит Родина. Бродим и бродим.